Рязань Номер 62 по улице Свободы относился к объектам исторической градостроительной среды Это средовой дом, без таких средовых домов потеряется исторический дух, дух места Но если мы это сейчас не сделаем, то мы просто Рязань потеряем Прямо плечом потеряем ее буквально за 2-3 года Все деревянные дома Рязани скуплены строительными компаниями, риэлторами ради дорогой земли Проект постановления областного правительства о включении Рязань в перечень исторических поселений Размещен на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Составлена карта с точными координатами, определены объекты в границах поселения Среди них памятники истории и культуры, вновь выявленные объекты культурного наследия Элементы исторической градостроительной среды Таких зданий в списке 537 А еще природные и культурные ландшафты, видовые панорамы Историческое поселение должно войти как историческое ядро в генеральный план Рязани Все будет едино уже Уже в правилах застройки Рязани будут эти правила исторического поселения А сейчас у нас генплан сам по себе Зоны охраны сами по себе, они никак не связаны И это не строгие правила, их можно менять Можно исключать дома из исторического поселения Можно включать дома, можно менять регламенты То есть все, это не строгий документ Он живой, его можно корректировать Не надо бояться, за троечки его страшно бояться Поэтому они торопятся быстрее снести Защитников старины, а администрация города поспешила успокоить Снесенный дом не являлся памятником культуры И находился в частной собственности Собственник здания уведомил администрацию о сносе И осуществляет его в соответствии с установленным порядком Однако активисты все-таки провели одиночные пикеты Надеясь на то, что региональные власти ускорят принятие постановления о статусе исторического поселения Историческое поселение позволит сохранить вот те здания, ту планировку города Рязани Тот дух, который здесь пока еще живет Архитектура – это послание потомкам от предков Они показывают, вот так мы жили, вот так мы строили В скрежете строительной техники, голос предков уже едва различим Дмитрий Соколов, РВТВ